Девочка-пай Здравствуйте, дорогие телезрители! Как мы и обещали, сегодня наш зоопарк снова на телеэкранах. И сегодня мы хотим поговорить об очень важной части работы нашего зоопарка, о праздниках, о тех экологических праздниках, которые мы стали часто устраивать и для детей, и для взрослых, и для одесситов, и для гостей нашего города. Конечно, веселые игры, конкурсы, танцы, викторины, в которых с одинаковым удовольствием принимают участие и дети, и их родители, проводятся не только для того, чтобы развеселить и создать хорошее настроение. Самой главной задачей тематических праздников является экологическое воспитание. Ведь то, что могут услышать школьники на уроках, преподносится здесь в игровой форме, а потому лучше усваивается. Возможность взять маленького зверька в руки, понаблюдать за его поведением, дадут гораздо больше эффекта. Приобщить ребят к живой природе, научить бережному отношению к животным, развить духовность – все это очень важно для развития личности. И, конечно, праздники не имели бы такого успеха, если бы в них не принимали участие питомцы зоопарка. Сегодня мы хотели обсудить именно участие наших животных в таких праздниках, поскольку артисты, танцоры, музыканты – это распространенные довольно профессии. И очень во многих заведениях города и страны можно увидеть людей, которые занимаются артистической деятельностью и вполне успешно. Но только зоопарк обладает такой ценной вещью, как животные. И поэтому мы считаем, что именно животные – это наша фишка, это наше лицо. И, конечно, когда животные принимают участие в наших праздниках, детвора и взрослые воспринимают это с большим восторгом, и самим животным это тоже нравится. Гости нашей сегодняшней передачи – директор общеобразовательной школы 1-й и 3-й ступеней, номер 118 Наталья Олеговна Ефимова и директор по науке и стратегическому развитию Одесского зоопарка Ольга Александровна Павлова. Итак, вопрос к вам, Наталья Олеговна. Вы – педагог, вы работаете в сфере образования, дети – это ваше все, поскольку ваша школа и зоопарк расположены рядом, да, так сложилось, то ваши дети очень частые гости нашего зоопарка. Вы можете поделиться с нами, как ваши дети отзываются о тех праздниках, которые они часто посещают? Ну, наверное, хотелось бы несколько слов зрителю сказать о нашей дружбе с вами и вам, как инициатору этой дружбы, весь педагогический коллектив, все родители и дети очень благодарны. Действительно, нам очень повезло с соседством. Ну, мы по возрасту, в общем-то, приблизительно одинаковы, хотя и зоопарк, и школа хорошо выглядят, но зоопарку 91, школе номер 118, 75 лет. Это доброе соседство на протяжении многих лет. В общем-то, есть многолетним, но дети наши ведь все равно никогда не будут такой степени взрослыми, и у них в душах никогда не будет состояние того, что они перестанут любить или радоваться. А животное — это именно то, что призывает детей, дарит детям светлые чувства, дарит детям радость, позитивные эмоции, и праздники, которые организовываете вы и мы вместе с вами, тоже об этом свидетельствуют. Вместе с вами проходили очень интересные праздники, еще раз хочется за них сказать спасибо. Это день улыбок, когда 10 животных из зоопарка вместе с вашими сотрудниками пришли к нам, и такого восторга, наверное, школа за 75 лет не испытывала. Мы недавно были совершенно в зоопарке на открытии как нового вольера для дикообразов. Итак, дорогие ребята, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы поучаствовать в открытии новой экспозиции. Наши замечательные, очаровательные дикообразы получили новую красивую экспозицию. Их дом украшен, и нам теперь будет приятнее смотреть, в каком красивом доме живут наши дикообразы, а им будет веселее в этом домике жить. Этой экспозицией зоопарк открыл масштабную акцию, которая называется «Мы любим зоопарк». По задумке дети и их родители смогут поучаствовать в том, чтобы оказать помощь в украшении зоопарка. Красивый дом у дикообразов появился благодаря совместным усилиям зоопарка Департамента культуры города Ассоциации «Туризм Одессы». Как только средства были собраны, одесские художники Алексей и Станислава приступили к работе. Расписывали варьер две недели, зато и получился он на славу. А еще ученики 118-й школы принесли на праздник рисунки. Все рисунки потом выставили на стендах зоопарка в День защиты животных. Дикообразам досталось это аппетитное подношение. Точно можно сказать, и ребята, и зверята остались довольны. Скажите, Ольга, вы как человек, который в настоящее время занимается организацией таких праздников, сейчас это ваша парафия, скажите, как вы выбираете животных, по какому принципу, и какие животные подходят для общения с детьми и вообще с людьми, а какие не подходят и почему? Ну, вообще участие животных в наших праздниках, оно двоякое. То есть это непосредственно животные, с которыми дети могут вступить в контакт, общаться. Это те, которые задействованы на нашей центральной площади, месте наших праздников. И это те животные, которые выступают уже постпраздника в так называемых показательных кормлениях. Это вообще отдельная тема, целая огромная тема. Животные подбираются, ну, как правило, как бы по общим признакам, животное не должно быть опасно в первую очередь. Правильно, то есть ребенок не должен бояться его, и животное не должно причинить вред. У нас есть ряд животных, которые являются постоянными участниками таких шоу. Это и те, кто в праздниках участвует, и те, кто выезжают. В частности, это группа змей, это полозы, это ужи, это хорьки. Кто у нас? Еще большой популярностью пользуются козы. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем самую главную фишку нашего сегодняшнего праздника. Это конкурс красоты среди коз. Еще подвинем Соня. Принцесса, принцесса. Это козочка по имени Принцесса, участница номер два. Итак, участница номер три, Клоунесса. Посмотрите на ее наряд, посмотрите на ее формы. Какая замечательная конкурсантка. Очаровательная участница, одна из главных претенденток на победу в нашем конкурсе. Но у меня сложилось впечатление, что самые интенсивные аплодисменты были для участницы под номером три. Я должен сказать, что у вас замечательный вкус. И был праздник, если вы помните, День объятий у нас, где не только мелкие животные, такие как кролики, змеи, но были приглашены верблюды. Верблюды, лошади. Лошади, да, пони. И с каким удовольствием дети обнимались. Не только дети, у нас даже были две бабушки, приходили, фотографировались, обнимались, родители обнимались с удовольствием. Потому что прижаться к верблюду, это тоже того стоит. И все-таки то, что в последнее время сейчас чаще всего используют, это шоу-кормление, показательное кормление. Это используется в практике во всех зоопарках. Во-первых, это плюс для животных, которые в данном случае имеют ограничения в пространстве. И все, что помогает им себя развлечь, это идет в плюс. И к их эмоциональному состоянию, и к физиологическому тоже состоянию. И с другой стороны, это оказывается огромное шоу не только для животных, но и, как показала практика, для посетителей. Если первое шоу, вот мы начали со слонихой, показательное купание, слонихи, наши венди, как бы собиралось небольшое количество людей, пока те, кто услышали, то в дальнейшем люди уже привыкли к этим постоянным купаниям. И к тому, что в конце практически каждого праздника, вот в летний сезон, у нас было купание венди. Вообще вот такие вещи с животными на самом деле возможны и подчеркивают характерные особенности каждого зверя. Мы ездили в командировки по различным зоопаркам, и меня интересовал такой вопрос, в частности. Как слоны берут именно арбуз, каким образом они их захватывают. Оказалось, что разные животные, разные слоны делают это абсолютно по-разному. Вот у нашей венди, кроме захвата хоботом арбуз, есть еще одна интересная особенность. То есть она его всасывает как методом пылесоса. Только наша слониха умеет вакуумным методом брать. Вакуумным методом. Причем, кроме этого, она еще достаточно сообразительная девочка, достаточно подвижная, как оказалось. Опять-таки, благодаря вот этим шоу-показам, шоу-кормлениям. То же самое в любом шоу-кормлении мы воспроизводим попытку воссоздать для животного те условия, в которых он охотится. Замечательная пара тигров. Тайга и тайгер. За водилой во всех экзотеях выступает тайга. Она икливая, любопытная и очень активная. Тайгер более флегматичен и часто выступает подруге первенства. Теперь, кажется, показательное шоу-кормление без них не весело. С каким удовольствием принимают они участие в игре? Тигра подвешивали рыбу так, чтобы им пришлось потрудиться, чтобы ее достать. А еще имитацию птиц под потолком клетки. В охоте на птицу присутствовало все. И умелые прыжки, и захват добычи. И, конечно, как всякая кошка, тайга любит еще и поиграть в добычу. Такие эпизоды разнообразят их жизнь. Тигры очень довольны. Я бы хотел добавить, Ольга, что мы делали такие вот разные вещи. Это касается не только контакта непосредственно с животными. Есть животные, которые можно взять в руки, и оно ответит какой-то лаской. Есть животные, которые опасны, которые невозможно вот так с ними контактировать. Но, тем не менее, они вполне могут участвовать в каких-то развлекательных моментах. И как бы развлекать себя, и развлекать зрителей. Самое удачное такое, на мой взгляд, и что больше всего вызвало восторг в этом смысле, это наш небольшой опыт с перетягиванием канатов со львами. Дали показать свою силу и львам. Позвали на соревнования знаменитых героев мультика. Бравых казаков, Драя, Кока и Тура. Львицы Симона и Лаура быстро сориентировались. И затея пришлась им по вкусу. Почему бы и не поиграть, не потянуть канат в свою сторону? Зрители были в восторге, особенно дети. Еще раз, где увидишь подобное? Мы животных не дрессируем. Мы их не заставляем делать что-то такое, что им не свойственно по их природе. И, конечно, естественное поведение животных, вот именно это то, что нужно показывать детям, чтобы воспитывать их не потребительское отношение к животным, а именно любовь, именно восхищение животными. Это самое главное. И в этом смысле те животные, которые живут в зоопарке, они воспитывают нас, и таким образом они охраняют своих собратьев на воле. Я хочу поблагодарить наших гостей за то, что они нашли время для участия в нашей беседе. И, дорогие друзья, мы в следующей передаче обязательно продолжим тему экологических праздников в зоопарке, но рассмотрим уже другой аспект. Это участие самих людей в этих действиях, что тоже само по себе очень интересно. До следующей встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!